Дневной разворот На днях состоялось в общественной палате заседание группы. Там много было разных важных вопросов. Нас зацепил вопрос содержания дорог, а именно уборки и содержания и в зимний и в летний период. Была масса предложений в частности. Господин Менькин, который возглавляет дирекцию дорожного хозяйства, твердо заявил, что необходимо уходить от песко-соляной смеси и вообще надо уже равняться на Москву и дышать чистым воздухом. Мы посмотрим, насколько это реализуемо в рамках нашего города. Какие еще инициативы были обсуждены в течение заседания рабочей группы. Это все после 12. Туда же уходит опрос. Как вам нравится уборка дорог в летний период в Кирове, заходите на сайтах hakerov.ru и в нашей группе ВКонтакте тоже голосуйте. А в первом части мы вам представляем новичков нашего эфира. Это представители непарламентской партии, партии Родина. Михаил Курдюков, руководитель Кировского городского отделения партии Родина. Екатерина Ткаченко, руководитель аппарата регионального отделения партии Родина. И Олег Амасягин, член партии Родина, который выдвигался к кандидатам в депутаты Кировской городской думы, но не был зарегистрирован. Правильно я понимаю? Меня не зарегистрировали в ТИКе Ленинского отделения, Ленинского района. Я подал жалобу в городское отделение о признании протокола итоговых подписей недействительным и подал жалобу в ЦИК в город Москву. Во вторник состоялось заседание, где решением ЦИКа меня восстановили в качестве кандидата в депутаты. Я сейчас жду документ соответствующий и с нетерпением хочу продолжить начать предвыборную гонку. Значит, имейте в виду, что у нас сейчас предвыборный период и строгие правила. Это не платные, не рекламные эфиры. Нам нужно воздержаться от всякой агитации за вас, как за кандидата и за партию Родины. И против всех остальных. Но это не меняет наших намерений. Мы все-таки хотим представить вашу партию. У нас есть ряд вопросов. Раз уж мы с вами впервые вообще видимся, хоть посмотреть на вас. И наши слушатели могут посмотреть на сайте хакирова.ру в правом верхнем углу. Есть кнопочка, как она, Юль, называется? Видеотрансляция. Да, есть кнопочка видеотрансляции. Нас можно не только слышать, но и видеть. Поэтому включайтесь. Ну и, наверное, начнем мы с того, кто же такая, да, кто же такие представители партии Родина в Кирове и области. Как давно было создано ваше отделение? Сколько у вас человек и кто вообще эти люди, кто входит в партию Родина? Ну, я думаю, все-таки мне нужно ответить на этот вопрос. Екатерина Ткаченко. Да, я являюсь руководителем регионального аппарата и расскажу немножечко о нас. Катя, сколько вам лет? 29. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Жаль, что это не видят остальные. А не видят, если на сайте хакирова сидят. Ну, начнем с того, что региональное отделение в Кирове существует уже около трех лет. И если смотреть по количественному составу, на данный момент насчитывается около ста человек. Ну, а если же смотреть, кого же все-таки больше, молодежи или людей среднего возраста, я вам скажу, это где-то 50 на 50. У нас нет разделения, кто стар, кто млад. У нас в первую очередь те люди, которые готовы расти и которые готовы что-то менять в этой жизни. Знаете, как мы не боремся с властью, мы наоборот готовы и считаем, что ее нужно менять и можно менять различными предложениями, критиками и вхождением в эту власть. Помогать ей меняться. Да, 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 да. Это мы все в этом заинтересуем. Мы вот с Юлей тоже каждый день стараемся. Мне кажется, что мы с тобой этим занимаемся. Сколько существует эхо Кирова? Шесть лет. Вот шесть лет мы этим и занимаемся. Так вот, если вы разделяете наше мнение, мы всегда... Мы сейчас тут им заехать Кирова. То мы вообще, в принципе, все, кто готов вступать в наши ряды, мы всегда с удовольствием рады видеть в нашей команде. Без призывов, без агитаций, мы договорились. Объясните, пожалуйста, чем партия Родина отличается от всех остальных партий по своей программе, по своему внутреннему содержанию? Какие у вас основные тезисы вашей программы, если она у вас есть? Ну, вообще, партия Родина, она придерживается социал-патриотических взглядов. То есть, мы выступаем за то, что Россия, она страна великая и должна иметь собственную промышленность. Люди в России должны поддерживать социальными программами, их нельзя сокращать. И развитие нашей страны должно происходить более ускоренными темпами, чем заявляют это наши чиновники. Вы извините, это общие слова и популизм. Можно конкретно? Ну, это программа партии. Ну, как общие слова? Чем вы отличаетесь от других? Вот спросите любого человека. Представитель Единой России, ЛДПР, Справедливая Россия, беспартийных. Все будут говорить. Социальные программы людям, развитие промышленности. Ну, нельзя агитировать против других партий из-за себя, вы сказали. Можно рассказать о своей позиции, потому что я согласна с Юлей. Ну, вот эти тезисы, которые вы назвали, они общие. Хорошо. О своей позиции. Мы, как и говорила Екатерина, выступаем за то, что на данный момент та власть, которая существует у нас в стране, она немного не справляется, скажем так, со своими обязательствами. И более того, новых людей во власти у нас практически не появляется, которые не являются представителями единственной партии, скажем так. Поэтому мы за то, чтобы люди, которые проявляют инициативу, которые активные и занимают активную жизненную позицию, входили во власть и, соответственно, помогали меняться направлением в лучшую сторону. То есть помогали эти люди слышать нашим чиновникам, скажем так, голос, который народа есть. Вот вы знаете, вчера напротив меня в этой же студии сидел Алексей Кузьмин, депутат Кировской Градской Думы, от партии «Справедливая Россия». И он говорил примерно все то же самое. Чем вы от них отличаетесь? Чем мы отличаемся от «Справедливой России»? От всех. И от них в том числе. Сложный вопрос. На самом деле все партии, в принципе, преследуют примерно одинаковые цели. На самом деле. Сделать этот мир лучше? Ну, да. Сделать этот мир лучше. Вопрос только в том, как они выполняют эти задачи. Какими способами, какие решения они при этом принимают. И нельзя не согласиться с этим утверждением. Да. Поэтому по большей части все зависит от тех людей, которые принимают решения и которые входят в партию. То есть мы подходим к принятию наших членов, точнее принятию людей в члены нашей партии, именно с позиции того, чтобы они занимали именно активную позицию и желали, скажем так, исправить, сделать наш мир лучше. Хорошо. Давай на перерыв на этом уйдем. Да, принимается. Мы сейчас сделаем полминутный перерыв, но все-таки у нас есть две минутки до этого. Вы знаете, я хочу попросить, чтобы вы сказали. Вообще о партии «Родина» не очень много знают, конечно, наши слушатели. Вы говорите, что в Кирове три года существует отделение. А в России когда была создана эта партия? Вообще партия была создана еще в 2004 году. Кто основатель, отец? У нас же такой, знаете, у нас всегда есть отец-основатель. Они до сих пор все живы. Основателем партии является вице-премьер Рогозин Дмитрий. Дмитрий Рогозин. Вот уже хорошо. Дальше. Вот, соответственно... В смысле, хорошо, что озвучено. Хорошо, что озвучено. На данный момент он... А то там ведь пишут все сейчас, сидят на шейфере, слушают и каждое слово ловят. Дмитрий Рогозин является основателем партии, но после этого в 2006 году произошел раскол. И из партии «Родина» выделилась еще одна партия, которая как раз... Представитель которой является Алексей Кузьмин. «Справедливая Россия». Не зря ты параллели проводила, Юль. Да, поэтому у нас достаточно близкие повестки дня. Это естественно, потому что, ну, по сути, они являются... Идеи основополагающие у вас едины. Да. Спасибо, сейчас прервешься. Нам вот звукорежиссер подает уже знаки, нам нужно уйти небольшой перерыв. Буквально через минуту вернемся. Все. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы представляем нашим слушателям партию «Родина» и ее членов в Кировской области. Нам, правда, интересно. Мы очень мало с Юлей погружены в тему, поэтому мы так подробно разбираемся, кто есть кто. И вот мы поняли, что основатель партии господин Рогозин, между прочим, в 2004 году он с трибуны Государственной Думы заявлял о необходимости сплочения широких масс граждан вокруг фигуры президента Путина. Но партия «Родина» до сих пор поддерживает эту идею, несмотря на то, что вы помогаете властям меняться. То есть Путина вы безоговорочно поддерживаете. Да, Путина мы безоговорочно поддерживаем. Более того, в последнее время, я думаю, ни для кого не секрет, что те тезисы, которые выдвигает президент страны Владимир Путин, с очень большим трудом, с очень большим скрипом выполняются нашими бюрократическими аппаратами. То есть его партия «Родная», которую он фактически возглавляет, «Единая Россия», плохо выполняет наказа своего лидера? Ну почему же партия? А кто? Они все время заявляют, что это мы, мы, наследники и служители Владимира Владимировича, единомышленники его. Это мы решаем, какой бюджет, это мы замечательную программу придумываем, а мы уже отвечаем за развитие промышленности. Мы выстроим дороги и так далее. О том, что они решают, какой будет бюджет и куда он будет распределяться, с этим я согласен. Про все остальное. Ну и как распределяет бюджет «Единая Россия» с вашей точки зрения? Хотелось бы лучше. Есть над чем работать? Очень много есть над чем работать, к сожалению. Вот еще один интересный момент, который вы приводите в своем буклете презентации партии. 1995 год. Партия «Родина» формулирует идею необходимости поддержки русских во всем мире, особенно в Крыму и в Приднестровье. 1995 год. Что сейчас с такими вещами в партии? Они тоже на передовой или вы уходите от этих тезисов? Могу сказать, что партия «Родина» одна из первых поддержала проведение референдума в Крыму и способствовала проведению этого референдума. То есть люди на местах участвовали очень активно в проведении референдума и сейчас там тоже, кстати, проходят выборы и там тоже мы участвуем в выбранном процессе. Да, и представительство партии «Родина» в ЛНР, ДНР постоянно действует с марта 2014 года. Да, да, да. Как раз с момента, когда начались там действия. А вот смотрите, если взять федеральный уровень, да, вот только что мы выяснили, что партия «Родина» поддерживает президента Владимира Владимировича Путина. По большому счету у нас его поддерживает и СР, и ЛДПР, и даже КПРФ поддерживает. Кто еще есть? Ну про «Единую Россию» я просто молчу. Зачем? Еще одна партия, которая тоже поддерживает президента. А зачем еще одна партия, которая поддерживает президента? Да, ну вроде как нам какая-то конструктивная оппозиция нужна, которой у нас в стране, ну мне так кажется, что очень мало. Ну давайте начнем с того, что на наш взгляд из уст Владимира Путина звучит как раз конструктивная оппозиция. То есть он предлагает пути решения тех проблем, которые у нас есть в стране. Нет, с этим ведь никто не спорит. Я имею в виду, что, ну это же неправильно, да, когда все поддерживают власть, говорят, да, 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 вы все делаете правильно, верной дорогой идете товарищи. Вот здесь я частично только с вами могу согласиться. Так, давайте. Поспойте. И сейчас объясню вам по причине, по которой я это скажу. В нашей стране за прошедший 20 век было две громадных революции. Поэтому, на мой взгляд, изменения должны происходить в законодательном русле. То есть не поддерживать, быть в оппозиции, в жесткой ко всем начинаниям, которые происходят в стране. Я вот сейчас говорила про конструктивную оппозицию. Про конструктивную. Да, не на баррикады. То есть я никого не призываю делать революцию. Да, просто у нас некоторые партии, они только как раз и призывают к тому, что идти на баррикады, давайте все сменим. Это какие партии такими вещами занимаются? Не будем говорить, какие партии. Почему-то можно говорить, если вы считаете, что это так. Ну, в частности, в частности, есть такой у нас небезызвестный человек, как выходец из Кировской области, гражданин Навальный. Откуда он выходец? Ну, я имею в виду, что он же работал на Кировской области. И он что, призывал и призывает идти на баррикады? Навальный. Вот это слово «баррикады» используют. А партия какая у Навального? Партия, может быть, у Навального. Я думала, вы сейчас за партией будете говорить. Я почему-то о коммунистах сразу разнородных подумала, но и они не призывают идти на баррикады. Мне кажется, что сейчас никто не призывает идти на баррикады. Никто не призывает идти на баррикады. Я хочу сказать, Юль, вот перед моими глазами ребята просто дали мне буклет, который называется «Партия Родина – Национальный фронт». И здесь очень четко представлена, в очень краткой форме, четкая позиция партии. И в том числе различие, отличие этой партии и сходство с другими. Это как раз вот ответ на твой вопрос. Ты можешь ознакомиться, для себя какие-то интересные моменты выделить и потом нашим слушателям озвучить. Меня там особенно интересует отличие от партии «Единая Россия». Это можно будет проанализировать. Но давайте все-таки вернемся к Кировской области, на нашу землю. И поймем, чем вы тут занимаетесь в течение трех лет. То есть мы понимаем, что партия включает в себя примерно 100 членов. Как вы говорите, разного совершенно возраста. Есть ли какая-то гендерная статистика мужчины, женщины? Не видел, по-моему. Больше, естественно, при обладании мужчин. А поскольку они вообще более активны в политике, да? То есть примерно как во всех других партиях. Очень приятно, что ваше отделение возглавляет женщины. Я вот вообще как раз топлю за женщин во всех сферах власти и в политике. Что за сексизм в свете? Я как раз наоборот хочу уравновесить позиции. И поэтому, конечно же, интересно, какими конкретно делами вы занимаетесь здесь. Например, кто-то у нас специализируется на дорогах. Какие-то партии говорят, что строят садики и школы. Другие партии говорят, что они возьмутся за промышленность. Я сегодня дебаты слушала, просто утром уже по КТРК. Возьмутся за промышленность и так далее. Это представители различных партий, которые идут в губернаторы. Да. То есть каждый делает акцент на своем. У вас какие проекты есть? Ну, я могу рассказать о том, что мы уже делали. То есть представителей в депутатах мы не имели до прошедших выборов. Вот сейчас вот у нас в Вятских Полянах есть представительство. Вы имеете в виду местных дум? Да. У нас есть местное отделение в городе Вятские Поляны, в Слободском и в Советске. Да. Вот из них в Вятских Полянах у нас есть представители, соответственно. Только в Вятских Полянах в Думе есть представители. Да, но мы только еще три года, соответственно, существуем и, соответственно, участвуем во вторых выборах, получаем. И вот сейчас у Олега есть шанс, возможно, раз ему все-таки разрешили участвовать в выборах. Но об этом еще не знают. Никто. Мы сейчас озвучили. Нет, я не в городе Кирове. Вот мы сейчас озвучили. Сейчас узнают. Да, потому что у нас даже в тексте написано, что вас никого не зарегистрировали, и что, собственно, вы будете делать, и как вы будете дальше жить. Но вот уже Олег заявил, что он восстановлен в качестве кандидатов в депутаты. И это прозвучало в нашем эфире впервые. Итак, у вас есть представители в Думе. Есть отделение в нескольких районах, пока немного. Как вы работаете с избирателями? Что вы делаете? С избирателями в районах мы ведем прием избирателей. Соответственно, если у них есть какие-то пожелания к членам партии, то мы их, соответственно, стараемся своими силами исполнять. В частности, могу привести пример. Например, в городе Кирове, по-моему, в 2015 году было это. Вот в Макарье там есть мост небольшой через реку, который был в аварийном состоянии, и его не приводили в порядок. Жители обратились в наше отделение с просьбой поспособствовать, скажем так, да, посодействовать решению этого вопроса. Соответственно, мы приняли в этом активное участие, и осенью того же года, соответственно, этот мост был отремонтирован. А приняли активное участие каким образом? Сходили в органы власти, деньгами своими сбросились? Что вы сделали? Нет, сейчас я могу сказать. Сейчас я вам скажу. Мы направили письмо на имя главы администрации города Кирова с просьбой привести мост в порядок от имени партии «Родина» и от имени руководителя, соответственно, на тот момент регионального отделения. И контролировали ответ на это письмо, и, соответственно, какие решения после этого принимались. Много ли средств пришлось потратить городу? Как вы добились, что они их нашли? Да, вот я прямо так и вижу. Вы пишете письмо в администрацию города Кирова, они берут под козырек, идут и делают. Почему берут под козырек, идут и делают? Это общественная инициатива, и эти инициативы должны происходить везде. То есть ждать от власти, от нашего бюрократического аппарата, что они будут делать все, что нам хочется, все, что нам нужно, это можно ждать очень долго. Хорошо, Мост, еще какие у вас программы есть? Может быть, Олег скажет пару слов. Мы участвуем в общественных мероприятиях. Каких? Благотворительных, например. Ну, приведите конкретные примеры. Благотворительных мероприятиях. Непосредственно помогали школе Рапсодия, детской школе Рапсодия. Там участвовали, они просили им сшить костюмы. У них юбилей было? Да. Принимали участие в издании книжки детских рисунков детей. Ну, так и в общественных мероприятиях, в параде победы мы участвовали. Награждали спортсменов также. Вот в Слободском, сколько я помню, там проходил турнир по самбо, мы как раз награждали победителей. Экологические проекты у вас есть в год экологии? Написали письмо о запрете организации свалки в Слободском районе. Ну, как на данный момент сейчас это... А Сенцы? Мы сейчас про них говорим? Или нет? Да, возможно, да. Да, да, да. Там у нас единственное место, которое под свалку сейчас предусмотрено. Ну, не под свалку, давайте грамотно говорить. Полигон твердых бытовых отходов, да. Что не всегда равно свалке. Согласен с вами. Главное, чтобы соблюдались все меры предосторожности. То есть вот так вы работаете. Ладно, хорошо. Очень часто мы работаем с детскими домами, школами, интернатами. Как вы работаете с детскими домами? Например, когда начинается перед первым сезоном школьный сезон, естественно, мы помогаем ручками, тетрадками, рюкзаками, школьной формой. И тут очень важный вопрос. Каким образом вы помогаете? То есть откуда деньги на финансирование этих мероприятий социальных, благотворительных, ну и, собственно, на работу самой партии? Самой организации. Но мы прервем сейчас на две минуты, и у вас есть возможность обдумать это и ответить. Мы знаем ответ на этот вопрос. Да, я уверена. Парламентская партия, как меня тут поправил Михаил Курдюков, да? Да, у нас есть один депутат от партии Родина, да. В парламенте. Мало того, что... Вот у нас как звучала тема? Непарламентские партии не попали в число участников кировских выборов. Все теперь наоборот. Все наоборот. Парламентская партия добилась того, что попадает в списки. В списке кандидатов в депутаты Кировской городской думы. И это Олег Мосягин, член партии Родина, который здесь, в нашем эфире, сегодня вот этот факт озвучил, да? Потому что мы-то готовились совершенно к другой картине, что отказали. Здесь также Екатерина Ткаченко, руководитель аппарата регионального отделения партии Родина. И Михаил Курдюков, руководитель Кировского городского отделения партии Родина. Мы остановились на том до перерыва, что крайне заинтересовались с Юлей, откуда деньги? На работу с детскими домами, на реализацию каких-то проектов? В первую очередь это все происходит собственными усилиями. Приглашаем различных меценатов, отправляем письма, что нужно помочь, например, детскому дому в том-то, том-то. Или какому-нибудь центру развития. Бывало, что у нас в Кирове школа бокса для детей-сирот. Мы им помогали спортсментарем, помогаем в оплате аренды. Кто как, с какими просьбами мы обращаемся, мы, естественно, тем самым попытаемся помочь. А центральный аппарат каким-то образом все-таки вас финансирует? На жизнь партии, офис? Центральный аппарат нам помогает всячески информационно, помогает нам организационно, финансирование. Но не материально. Тогда завершая эту тему, потому что нужно перейти к вопросу наших выборов, попадания или не попадания в списки кандидатов в городскую думу. Все-таки, как вы чувствуете? У нас есть история яблока в городе Кирове, в Кировской области. Бедная. Оно никак не уйдет с поляны, но и нет его. Все время какие-то новые люди появляются, на пару месяцев снова исчезают. То есть партия как бы есть, но как бы ее нет. А что с партией Родина? Вот за эти три года вы крепче на ногах стали стоять? Или у вас все, ну вот как организовались, так примерно и работаете? Нет, мы поступательно развиваемся. То есть мы принимаем новых членов в состав партии. Мы занимаемся созданием местных отделений. Да-да-да, продолжайте. Это звонок слушателей. Так, ребята у нас впервые в студии реагируют на все сдаки. Я просто не знаю, что это происходит. Все хорошо говорите. Создается новое отделение, новые члены. Да-да-да, принимаем новых членов. И вот у вас даже есть целый депутат в Бятских полянах. Да, есть целый депутат в Бятских полянах. И очень мы хотим, чтобы у нас появился целый депутат в городской думе. Потому что списки партии у нас по техническим чисто причинам решили не пропустить. Вот мы сейчас это поподробнее разберем, но примем прежде звонок слушателям. Да, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Владимир, у вас есть, наверное, какой-то вопрос. Вот у меня вопрос такой. Вот я слушал этого представителя партии Родины. Михаила. У меня такой вопрос. Вот как он думает увеличить социальное значение нашего государства, которого есть деньги на войну, понимаете, в Сирии, которая нам, ну никак. И, значит, мы туда миллионы выбрасываем, помогаем этим голодранцам всякие продукты и так далее у нас своих-то. Когда мы своей Родиной-то займемся? Я поняла вас, Владимир, отношение к войне Сирии, финансирование, собственно, нашего участия в помощи правительству сирийскому, да, действующему. Кто ответит? Ну, давайте отвечу я. Я так понял, что ко мне этот вопрос был адресован. Владимир беспокоит, что уходит большое количество денег на военную отрасль и на ведение на помощь, да, в ведении боевых действий в других странах. Я понял. По тому поводу, что уходит много денег на военную отрасль, я не согласен с этим. По какой причине? Как ты не согласен? Увеличивается количество денег, которое выливается в военные заказы? Я согласен, что количество денег увеличивается, но военные отрасли – это также наукоемкие производства, которые нужно развивать. Какие, например? Ну, взять, например, наш Киров. Какие современные производства, наукоемкие производства благодаря военным заказам здесь развиваются? Ну, у нас же построен новый завод по производству ракет для зенитно-ракетных комплексов. Какой новый завод? Алмаз, Антей, который строит. Ну, во-первых, он не новый. Во-вторых, зенитно-ракетные комплексы тоже не очень свежие, надо сказать. И где здесь, ну, как бы, а что здесь на нашу, вот, Владимира интересует, на его-то жизни, как это сказывается? Да, да, да. На его жизни, как может сказаться, собственно, обороноспособность государства? Ну, припрямым образом, если государство будет неспособно обеспечивать свою оборону и отстаивать свои цели и задачи, то государства, в принципе, не будет. Все, понятно. Вот, а по поводу того, что мы поддерживаем в Сирии, отправляем туда гуманитарную помощь, ну, люди находятся в беде, людям нужно помогать в беде. Владимир, ты жалуется, что и он тоже в беде. Я понимаю, я боюсь, что все мы примерно в одной лодке. Я как раз к тому, что у нас, да, в стране тоже очень много проблем, и, на мой взгляд, большинство из этих проблем связаны как раз с неэффективным расходованием средств. Внутри страны. Внутри страны, да. Все, давайте мы про Городскую Думу и про списки. Да, про выборы в Городскую Думу. Насколько я понимаю, кандидат в депутаты Олег Масягин, который сегодня находится в нашей студии, буквально вот недавно восстановился в качестве кандидата в депутаты на выборы в Городскую Думу. Верно? Какие были, почему был получен отказ? Да. Мне отказали в регистрации кандидата в Городскую Думу на основании того, что я списки собирал в несоответствии с законом. Надо было, оказывается, оплатить подписные листы до того, как я их собирал. Хотя это прямое нарушение закона и моих конституционных прав. Я имею право собирать подписные подписи в свою поддержку после того, как я был выдвинут. А именно я подал заявление 26-го. 27-го открыл счет, уведомил об этом территориальной избирательной комиссии Ленинского района. И 28-го заключил договор с типографией. Соответственно, с этого периода я имею полное право собирать подписи. Председатель рабочей группы территориальной избирательной комиссии Ленинского района на этом основании мне отказал в 132-х подписях. На что я, в принципе, подал жалобу в прокуратуру и в Городскую избирательную комиссию. И мою жалобу удовлетворили. Признали, что это незаконно. Но все равно 9-го числа меня отказали в регистрации кандидатов в депутаты. Почему? Ну, потому что... То есть уже городская комиссия отказала? Нет, не городская. Меня 7-го числа приглашали на комиссию, а потом 9-го числа на решение. Там есть определенная норма, закона и правила. На что... На мои заверения о том, что протокол итоговых подписей не должен пересматриваться, хотя они хотели это пересмотреть. Хотели внести в протокол подписей новые документы. На что я говорил, что это незаконно. Все равно проголосовали все. Комиссия? Да, комиссия. Городская? Да, за исключение одного человека. Один воздержался, все-таки как-то морально меня поддержал. Чтобы отказать вам в регистрации. Да, да, да. И дальше вы что сделали? Я подал жалобу. Куда? В Москву. В ЦИК? Да. И ЦИК? Меня восстановил... Признав ошибочными действиями действия муниципальных комиссий. Ну, да. А почему вы думаете так произошло? Что случилось? Это некомпетентность сотрудников избирательных комиссий? Или это какой-то, может быть, злой умысел чей-то там действует? Или как вообще так могло произойти? Вы знаете, к сожалению, незнание закона. Некомпетентность получается? Я это убедился сам, лично, на своем примере. Ну, вот смотрите, Олег, у вас осталось, по сути, три недели. Да, 10 сентября у нас выборы. И как за эти три недели вы планируете провести свою избирательную кампанию? Времени осталось, мягко скажем, мало. Ну, скажу следующее. Я до вторника не был уверен, что меня восстановят. Все равно думал, что ЦИК примет решение территориальной избирательной комиссии. Сейчас, на данный момент, я буду со своими соратниками по партиями собирать некий штаб предвыборный и определять, как мы будем вести агитационную политику. Вы думаете, у вас есть шансы? Я думаю, что да, все шансы есть. Я выдвигаюсь по четвертому одномандатному округу. Это район Дружба. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Это район Дружба. Это ваш родной район? Да, я там 20 лет. То есть вы все-таки надеетесь, что ваши соседи, зная вас, вас как-то поддержат? Вы сможете с ними поработать? А кто ваш сыр? Олег знает проблемы этого района. Не понаслышке он там жил. А кто еще по этому району выдвигается? Ну, я думаю, так, по этому району выдвигается Садаков, Шихов. Да, Шихов. Это кто такие? Шихов – это директор спецавтохозяйства города Кирова. Сах? Да. А второй, как ты сказал? Садаков. Садаков, он выдвигался в предыдущие выборы по городской думе 5-го созыва. Он был депутатом? Да, да, да. То есть там опытные люди, такие опытные и в сфере хозяйственной деятельности, и в политической деятельности. Я думаю, в сфере политики, да. То есть там будет борьба, я так понимаю, в этом районе. Что хорошо? Всегда хорошо, когда есть борьба, есть у людей выбор. Вчера у Юлии было фантастическое совершенно интервью с депутатом Кузьминым, который как раз сделал акцент, что в этом году у нас будут конкурентные выборы. И слава богу, товарищи, если вы в это верите, поздравляем вас и нас. За конкуренцию, за состязательность в этом процессе. Ну, собственно, сейчас главное, чтобы люди пришли на участки вообще в принципе. У нас 10 сентября и выборы в городскую думу, и выборы губернатора Кировской области. Поэтому ждем всех на избирательных участках в этот день. Ну, мы с тобой, Юль, теперь будем более компетентно разбираться в делах партии Родина, правда? Мы еще изучим буклет, который нам оставили очень хорошо. И отличие. И отличие самое главное. Ты понимаешь, теперь можно вообще по этому буклету сравнивать и другие партии между собой. А не только с партией Родина. Ну, вы понимаете, да, уже, что мы вам его не вернем. Спасибо. Но я думаю, что небесполезен был, конечно, этот эфир, потому что нужно понимать, какие силы представлены у нас на выборах в городскую думу шестого созыва. И мы будем знакомить наших слушателей с течением выборной кампании. Благодарим за приход сюда Михаила Курдюкова, Екатерину Каченко и Олега Масягина, членов регионального отделения партии Родина. Сейчас у нас будут новости, тематические программы и рекламу. А в следующем часе... Мы вернемся с дорогами. Да, и там опрос.